Продолжаем изучать работу с дом-деревом. Давайте сейчас получим два элемента. Элемент с классом List и элемент с классом Item. Создадим две переменные. LetList и с помощью Document QuerySelector помещаем сюда элемент с классом List. И второй наш элемент будет это Item. Мы используем QuerySelector, поэтому у нас добавится наш первый тег Li. Теперь рассмотрим метод, который называется Contains. Давайте сейчас выведем результат в консоль, чтобы посмотреть, как все здесь работает. И для нашего листа вызовем метод Contains и укажем здесь Item. То есть мы проверяем, есть ли переменный лист в этом элементе другой какой-то элемент, который мы передали вот здесь в скобках. И мы видим результат True. Он может быть либо True, либо False. То есть логическое здесь значение. Таким образом мы можем проверить, содержится ли какой-то элемент внутри другого. Если мы попробуем сделать наоборот, то есть мы проверим в нашем элементе Item элемент Лист, то мы получим False, потому что внутри Item у нас нету такого элемента с классом List. И этот метод Contains можно очень удобно использовать в условиях If, так как он возвращает True или False, для того, чтобы проверять, содержится ли один элемент внутри другого. Ребят, обязательно проверьте подписку на канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы узнавать о выходе новых уроков. Напоминаю, что вы можете не ждать выхода всех уроков в этом плейлисте, так как данный курс уже полностью записан и доступен на платформе Stepik с большим количеством практических заданий, тестов и других полезных материалов. На YouTube в этом плейлисте будут только видео лекции. Всю подробную информацию о курсе Frontend Разработчик на HTML, CSS и JavaScript читайте на странице курса по ссылке в описании. Теперь рассмотрим очень удобный способ, как можно использовать шаблонные строки, которые мы уже изучили. Создадим сейчас какой-нибудь массив и здесь у нас будет три элемента. Пусть это будет просто строки, но я думаю вы понимаете, что здесь могут быть абсолютно любые данные. Сейчас мы с помощью Document Body изменим свойство InnerHTML, укажем здесь шаблонную строку с помощью таких вот косых кавычек и здесь мы добавим HTML теги. Пусть у нас будет список OL, здесь Li и внутри каждого Li мы вставим переменную, которая у нас будет значениями этого массива, то есть нулевой индекс нашего массива, первый и второй индекс. также здесь закрываем OL и теперь мы видим вот такой вот список. Сейчас мы в Body полностью удалили все, что было и заменили на вот этот вот код, который указали в InnerHTML. Поэтому мы все наши эти абзацы div и h3 больше не видим, они исчезли и вместо них подставился этот список. И здесь как раз таки значения используются из этого массива благодаря шаблонным строкам мы очень удобно их здесь подставляем и пишем все на нескольких строках, создаем нужный нам HTML код и выводим его например в Body. Но также можно выводить в любой другой элемент, предварительно получив его с помощью QuerySelector или QuerySelectorAll. Если мы выведем InnerHTML для нашего Body, то мы видим здесь как раз таки этот наш Tag.ol с тегами Lee и внутри этот текст. Тут уже нет никаких этих переменных, все изменилось на эти значения из массива. InnerHTML позволяет нам получить HTML код какого-то элемента или же его изменить. Но если мы хотим получить только текст, не затрагивая самой HTML структуры, то есть специальное свойство TextContent. И давайте сейчас рассмотрим как оно работает. Пусть у нас будет снова массив из каких-то значений, например, фамилия, имя и отчество. Мы с помощью Document QuerySelector выбираем TagP. И сразу же здесь указываем свойство TextContent и изменяем его на какое-то значение. Например, выведем здесь переменные элементы элементы нашего массива. Укажем их через Defice. Здесь первый индекс, здесь второй. И закрываем нашу кавычку. Теперь выведем в консоль TextContent только для тега div. Мы видим, что сейчас мы изменили текстовое содержимое тега P. Точно так же, как мы могли это сделать с помощью innerHTML, но здесь уже нельзя писать никакие HTML теги и они не будут у нас восприниматься. То есть, если мы здесь укажем например тег P для всей этой нашей строки, то мы в результате и увидим текст тега P, но этот текст он не будет воспринят именно как HTML тег. В этом отличие TextContent от innerHTML. Если мы посмотрим TextContent у div, то мы видим только текст заголовок и текст, но если мы здесь получаем innerHTML, то мы видим уже теги h3 tag P и здесь вся эта структура тегов сохраняется. Поэтому есть два таких метода для работы с HTML и для работы просто с текстом и они бывают полезны каждой в определенной ситуации. Теперь рассмотрим свойство hidden, которое есть у элементов и оно позволяет нам скрывать какой-то элемент или показывать его. Для начала получим элемент используем querySelector получаем tag P Теперь мы можем для нашего элемента свойство hidden установить в значение true и тем самым наш элемент будет скрыт. Если мы устанавливаем true и если устанавливаем false, то он будет обратно показан. Давайте сейчас сделаем так, чтобы наш элемент исчезал и появлялся через секунду. Мы используем set interval чтобы выполнять какой-то код в определенный интервал времени и используем здесь такой код. Для нашего элемента мы hidden устанавливаем в значение противоположное тому, которое сейчас там установлено. То есть если там true оно будет становиться false если там false оно будет становиться true. вот такая вот конструкция хитрая lm hidden присвоить не lm hidden и мы просто инвертируем это значение. Выполняем этот код раз в секунду и теперь мы видим что каждую секунду у нас абзац то исчезает то появляется. Благодаря этому свойству мы можем скрыть показать какой-то элемент а с помощью set interval например можно это сделать периодично раз в какое-то время. теперь посмотрим как работать с атрибутами html тегов. Создаем переменную с нашим тегом p указываем здесь document query selector и tag p и посмотрим методы которые у нас позволяют работать с атрибутами. давайте их также будем выводить в консоль чтобы сразу же видеть здесь результат например мы можем для любого элемента применить метод has attribute указать здесь название атрибута например title и запустить этот код и как мы видим мы получаем сейчас true то есть метод has attribute позволяет нам проверить существует ли атрибут title у нашего элемента и у tgp действительно есть атрибут title вот он у нас здесь был указан поэтому мы получаем в результате true если мы укажем здесь какой-то атрибут которого нет у tgp например href то мы видим false таким образом можно проверять наличие любого атрибута у какого-то элемента с помощью get attribute можно получить значение этого атрибута то есть например если мы запросим сейчас значение атрибута которого нету мы получаем now но если мы запросим например значение атрибута title то мы получаем его значение этот текст подсказка вот он у нас и видим что мы получили значение этого атрибута также можно установить любой атрибут Например, мы хотим для нашего элемента установить атрибут. Мы указываем метод setAttribute. Например, мы хотим добавить ему класс. Можно с помощью атрибута добавить класс. Но дальше мы рассмотрим и специальные возможности по работе с классами. А сейчас мы просто добавим атрибут класс. Укажем здесь любое название. Сохраним. И если мы посмотрим на этот элемент, то мы видим у него появился класс. До этого его не было. Можем обновить еще раз, закомментировав эту строку. И мы видим, что класс у него был просто текст. А когда мы его установили в другое значение, мы его поменяли на newText. Также мы можем устанавливать абсолютно любые атрибуты. Можем установить, например, идентификатор. И видите, что класс у нас остался как и был, а идентификатор появился. И так далее. Таким методом setAttribute можно устанавливать любой атрибут в любое значение. Также можно с помощью цикла forOf пройтись по всем атрибутам. Мы указываем здесь новую переменную. И здесь специальное значение. Это свойство attributes у элемента. У любого элемента есть такое свойство. И там хранятся все атрибуты этого элемента. И теперь мы можем выводить в консоль, например, или делать что-то другое. И здесь нам доступны свойства объекта. Вот эта переменная atter у нас сейчас является объектом. И мы можем получить ее свойство name. Это название атрибута. И также мы можем получить value. Это значение этого атрибута. И если мы сохраним, посмотрим в консоль, то мы видим все атрибуты. Title, класс и id. И их значение. И таким образом мы можем получить их по отдельности. Название и значение любого атрибута из вот этого вот набора. С помощью метода removeAttribute мы можем удалить какой-то атрибут. Например, мы удалим title. А после этого выполним данный наш цикл. И мы уже не видим здесь атрибут title. И если посмотрим, действительно он у тега p у нас исчезает. Потому что мы его удалили на данной строке. И здесь у него уже выявилось всего два атрибута. Также можно использовать не консоль log, как мы это делали до этого, а консоль dir. Вывести здесь наш элемент. И в результате в консоли мы сейчас видим наш элемент. И посмотреть на него можно, раскрыв все вот эти свойства и методы. И теперь мы видим все, что здесь доступно. Это может быть очень полезно, если вы не знаете, какие там существуют свойства. Можно посмотреть, что здесь вообще присутствует. И использовать это в своих целях. Вот мы здесь видим innerHTML. Hidden. Attributes. Все наши атрибуты у этого элемента. И так далее. Здесь очень много разных свойств. Иногда бывает полезно вывести элемент таким образом, чтобы посмотреть, как называется то или иное свойство у дом элементов. И уже в дальнейшем мы можем это свойство использовать, выбрать его, изменить и достичь нужного результата. Если мы перейдем в style, например, то мы видим здесь еще огромное количество разных вариантов. Как раз таки все эти значения, которые мы уже меняли, например, color или background, все они здесь присутствуют. И если вы ознакомитесь, то заметите, как они здесь записываются. Здесь нет никаких дефисов. Все названия CSS свойств здесь изменены в соответствии с верблюжьей записью или же camelCase. То есть каждое слово начинается у нас просто с заглавной буквы и все дефисы у нас удаляются. Это тоже может быть полезно здесь для ознакомления. Но в дальнейшем мы более подробно как раз таки будем рассматривать, как изменять CSS свойства. Думаю, в некоторых ситуациях консоль gear может вам пригодиться, поэтому нужно знать про такую возможность. И при необходимости ее использовать, чтобы быстро вспомнить то или иное свойство элемента. Также мы можем создавать свои атрибуты для HTML тегов. И лучше всего это делать, начиная со слова data и дефис, а дальше уже указываете любое название, которое вы придумали. Такие атрибуты доступны нам специальным образом, а не просто через те методы, которые мы изучили только что. И сейчас я покажу вам о чем идет речь. Создаем переменные, помещаем сюда элементы. Я делаю это каждый раз заново для того, чтобы лучше все вам запомнилось. И все эти методы самые основные для выбора элементов очень важны. Их нужно запомнить, поэтому мы каждый раз повторяем все это действие заново. И теперь можем в консоль вывести результат такого выражения. Мы используем нашу переменную lm1, свойство dataset.about. Смотрим на результат, видим этот текст. Мы получили вот это значение таким образом. Так как мы указали атрибут, начинающийся с data, мы можем использовать свойство dataset у этого элемента. И через точку обратиться к атрибуту с названием about. И как вы видите, мы его получили и можем с ним работать. Также теперь скопируем этот текст. Сделаем здесь lm2. Tag div. И если мы хотим обратиться к вот такому составному нашему атрибуту, мы используем здесь запись в форме camelCase. То есть мы удаляем все дефисы, и все, что идет после них, начинается с заглавной буквы. Мы указываем здесь about. И дальше мы убираем дефис, пишем следующее слово с большой буквы. Таким образом, и мы получаем значение этого атрибута. И как вы видите, здесь можно делать и составные названия, и названия, состоящие из одного слова. И к ним можно обращаться через свойство dataset. Очень удобно. Это дает нам гарантии того, что в дальнейшем, когда язык будет развиваться и добавятся какие-то новые атрибуты, возможно, у тех или иных тегов, у вас все будет работать, так как вы используете специальные зарезервированные названия атрибутов, которые используются для разработчиков через вот такое вот слово data. А если вы просто укажете здесь, например, about-атрибут, можете обращаться к нему через стандартные методы, которые мы рассмотрели, такие как get-атрибют, например, или has-атрибют. Но вы, например, работаете со сторонней библиотекой, и там тоже присутствует такой атрибут у какого-то тега, то у вас может возникнуть конфликт, и появятся какие-то неожиданные ошибки. Но если вы будете использовать data-атрибуты, то у вас всегда все будет хорошо и стабильно работать, потому что именно для этого и были придуманы эти атрибуты, которые доступны через свойства dataset. Теперь давайте рассмотрим, как можно создавать свои собственные элементы, а не использовать уже существующие. Сейчас мы создадим переменную div и используем у document метод createElement. И здесь в кавычках мы указываем, какой тег мы хотим создать. Мы хотим создать тег div, поэтому мы указываем здесь div. Далее для этого элемента, который содержится сейчас в переменной, мы можем установить класс, например, с помощью класс name. Пусть это будет класс alert. И также можем установить для div innerHTML. И здесь, например, у нас будет тег p с текстом важное сообщение. Если мы сейчас сохраним страницу и обновим, то мы абсолютно ничего не видим, потому что мы создали элемент, установили ему класс и даже содержимое, но мы этот элемент не добавили в наш документ. Чтобы добавить элемент, существуют специальные методы. Один из них это метод append. Мы можем добавить свой элемент абсолютно куда угодно. Например, давайте сейчас добавим его в body. Мы выбираем документ body, метод append и элемент, который хотим добавить. Элемент у нас содержится в переменной div. Сохраняем. И сейчас мы видим, вот такой вот alert у нас добавился. Чтобы вы не удивлялись, почему здесь такое оформление, у меня подключены стили. Здесь есть небольшой наборчик, для того, чтобы все это выглядело поприличнее. Это абсолютно не обязательно. Мы сейчас изучаем язык JavaScript, но тем не менее, вот такие вот стили указаны для класса alert, если вам интересно. И у нас выводится вот такое вот сообщение. Как вы видите, с помощью метода append мы добавили в body этот элемент. И обратите внимание сейчас, куда он добавился. Он добавился у нас в самый низ, даже после нашего тега script, после вот этого нашего тега, потому что метод append добавляет элемент в конец того, у которого мы его вызываем. То есть мы его вызвали у метода body и добавили в самый конец, вот сюда, в эту позицию, наш элемент div. Существуют и другие методы вставки элементов. Например, prepend. Если мы его используем, то он добавляет в самое начало body, то есть вот сюда, перед тегом p. И действительно, мы видим, что наш div alert появился перед тегом p, который здесь был указан, в самом верху body. И также существует здесь еще два метода вставки. Это before. У нас сейчас вставился наш элемент перед body. Это не совсем корректно. Все элементы на html должны быть в теге body. Но, тем не менее, вы видите, что он вставился снаружи от body на таком же уровне перед ним. Если бы мы использовали, например, after, то мы его вставили на наш div после тега body. Лучше это использовать не с тегом body, конечно, а, например, с тегом p или с тегом hr. Давайте, например, сейчас выберем здесь тег hr и добавим после него тег div. Вы видите, что мы после него добавили div. И уже сейчас div у нас корректно отображается здесь, а не так, как мы до этого сделали в целях демонстрации. И также он стоит у нас перед тегом script, что будет намного правильней. Или если использовать здесь, например, before, то мы получаем тег div перед нашим тегом hr. Давайте сейчас создадим переменную p. Создадим здесь новый элемент, create элемент, пусть это будет тег p. И установим для нее текст контент. В значении, например, важное сообщение. И, например, здесь у нас не будет этого содержимого. То есть мы просто вставили пустой div. А в данной строке мы создаем тег p. И в наш div с помощью метода append мы добавляем этот тег p. И, как вы видите, сейчас мы все создали с помощью всех этих встроенных методов. Мы создали div, создали p и добавили их на страницу. Также здесь можно через запятую передавать несколько каких-то элементов. Например, мы можем здесь через запятую указать еще один элемент. Сразу здесь его можно создать. Элемент hr. Для него не требуется никакое содержимое. Это просто вот такой тег и вставляется разделительная линия. Поэтому мы можем его здесь, например, сразу вот так указать. И видим, что у нас вставился тег p здесь с текстом важное сообщение. И вставился тег hr. Вот он у нас здесь внутри вставился. И мы через запятую здесь можем какое-то любое количество их передать. Например, через запятую мы можем еще передать p. Но, как вы видите, он у нас переместился сейчас под линию. И отсюда он исчез. Таким образом, это говорит нам о том, что элемент у нас не является просто какой-то информацией, хранящейся в переменной. А он именно является уникальным элементом. И если мы его забираем в другое место, перемещаем, то он, конечно же, оттуда исчезает. И он не копируется, а просто перемещается. И вот этот элемент p, мы его создали, его можно добавить на страницу только один раз. Либо мы его добавляем здесь в начале, либо мы его добавляем здесь после, например, нашей разделительной линии. Также элементы можно вставлять здесь, не создавая их заранее с помощью createElement. А указать здесь строку, например, в которой будет написан какой-то тег с текстом. И здесь нам уже не нужны будут вот эти две строки. Но, как вы видите, мы сейчас получили текст в виде обычного текста. И теги у нас не вставились. То есть, если бы мы просто указали здесь какую-то строку, мы бы здесь увидели этот результат. Но здесь уже нет никакого тега p. А если мы хотим вставить тег p, то таким способом мы это сделать не сможем. Чуть позже мы узнаем, как можно это сделать. И мы здесь уже столкнулись с двумя дополнительными вопросами. Это как здесь указывать сразу же строковый какой-то элемент в виде HTML кода. И как можно клонировать какие-то элементы и использовать их повторно. Друзья, если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, то обязательно подписывайтесь по ссылке в описании или в закрепленном комментарии. У нас вы всегда можете найти много полезной информации, а также общаться со мной и другими участниками нашего сообщества. А сейчас мы рассмотрим еще один метод для добавления элемента. Это метод replaceWith. И работает он следующим образом. Давайте вернем наш элемент p. Пока что закомментируем наш метод. Для элемента div мы установим какое-нибудь здесь значение. И мы видим, что у нас есть div с таким вот текстом. Если мы применим метод replaceWith для данного div и укажем в скобках наш элемент p, мы заменим наш div тегом p. То есть мы заменили данный элемент на тот, который указали вот здесь в скобках. И таким образом он просто у нас исчез и вместо него вставился другой элемент. Поэтому данный метод тоже может быть полезен. Сейчас мы рассмотрели 4 метода, которые позволяют нам вставлять элементы в любое место документа. Также мы научились эти элементы создавать, изменять класс элемента, изменять его содержимое, как html, так и обычное текстовое. И уже достаточно хорошо продвинулись в плане изучения работы с дом. Напишите в комментариях, все ли было понятно в этом уроке. А также обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и курсы. На Boosty эти уроки доступны без лишних вступлений и рекламы. А также вы можете поддержать меня и развитие канала. Спасибо за просмотр, желаю удачи в разработке и до новых встреч!